Моторадио представляет Двуногий Петр Столбов Руководитель компании Здравствуйте Здравствуйте Друзья мои, шутки шутками Но начнем мы с курьезного Алена Игнатьева Будучи медиадиректором большой крупной компании Совершенно не заботится о собственном здоровье Выставила ногу Чтобы мотоцикл не упал И благополучно Правильно я излагаю? Вместе с ним и несмотря Несмотря на полную экипировку На бронированные штаны То есть эти как они Ботинки и так далее И вот пожалуйста у нас легкий гипс Который пройдет я надеюсь скоро Через две недели Расскажи пожалуйста Что это была за ошибка Для тех кто думает что мотоциклизм Это только удовольствие и девочек катать На самом деле Я сама была удивлена Потому что падение было ерундовое По сути падало я В общем и пожестче чем в этот раз Просто совершенно неудачно Я Соскочила с мотоцикла На свою же собственную ногу Подвернув ее Умудрившись в мотоботе Вот И в общем Малая перцовая кость Моя не вынесла такого к себе отношения И решила немножко дать мне отдохнуть Так а в чем физика процесса Петр поясните Что тяжелый мотоцикл Вы же мне все время говорите У нас во всей рекламе идет что питбайк легенький А здесь мотоцикл то ни при чем Это я своим весом на ногу упала Мотоцикл вообще в стороне остался Это из серии Вышел домой из дома за хлебушком Да и собственно Палочнулся гипс Голова на Тро-тра-ат На проезжей части Но вы наложили санкции Финансовые ограничения какие-то Ну как-то надо же наказывать сотрудников Да мы наказали гравитацию Ну да будем считать что пошутили Алена выздоровление Всяческого желает Вся радиостанция Будьте здоровы пожалуйста Перейдем к главному теперь Как дела у нас в прокате Насколько мы помним у вас Новая база или даже две Ну одна точно Может быть что-то изменилось Расскажите как это все Как это бурно процветает Степень бурности Мы делаем успехи Спасибо Да это Прямо Прямо Классно нам нравится самим Собственно У нас сейчас Это база с новой техникой С хорошей экипировкой С мотоботами С крутыми инструкторами Которые знают Классные маршруты С офигенной абсолютно Природой И Где же они были Вот эти инструкторы Когда Алена не могла Выставить ногу правильно Они были на новой базе Катали новичков И середнячков Опытных ребят Да И там маршруты есть И реально Поучиться новичкам И очень круто Съездить Ну вот Было жарко Мы Заезжали на озеро Там купались Это был один из вопросов Да Как это в жару Все происходит Ну это вы сейчас Спрашивайте еще Я так это про все Обобщаю Слушайте Нравится самим Потому что Ну она действительно Природная Классная И В общем Там такая Обстановка Атмосфера Что можно И поотдыхать То есть глаза Прямо отдыхают На природе Среди сосновых лесов Ну и Там круто ездить Давайте напомним Еще раз Это где Это Ну Основной ориентир Это Выборское шоссе Сертолова За Сертолова Есть Медное озеро Медный завод Вот это там Ну Вы Когда открывали ее Там был небольшой ангар Буквально несколько мотоциклов Ну как бы начальный какой-то этап Да А сейчас у вас уже там И биотуалеты И И Можно мороженое купить Да Когда появляется биотуалет Это Это да Это является достижением Здесь туалет платный Да А вот здесь бесплатный Вокруг Ну Тем не менее Как народ Много вообще собирается там Слушайте Мы Сделали сейчас Такую концепцию У нас в принципе Пик сезона Июль Народу очень много К нам приезжает И приезжают на все базы И эта база Ну Такая В некотором роде У нас получилась В хорошем виде Образцовая Качественной Мы стараемся поддерживать То есть там Нету прямо такого Супер ажиотажа То есть мы даже Не всех туда берем Но Делаем так Чтобы и Приезжали к нам Приятные ребята Да Которые нам нравятся И мы делаем Для них Очень кайфовую Атмосферу Обстановку И крутые катания Давайте Для тех Кто ни черта Не понимает О чем сейчас речь Какая-то обстановка Да Неважно Александр Что делают хорошо Где-то в районе Медного озера Давайте мы Объясним Что Компания Питкросс Это прокат Легких мотоциклов Питбайков Внедорожных Внедорожных Да Значит Туда можно приехать И там За маленькую денежку Покататься С инструктором Даже вообще Ничего не умея И ранее не имея Опыта никакого Можно сразу Немножко уже Так Там себя попробовать В этом Я правильно излагаю? Все верно Ты приезжаешь В летнем Одеянии То есть там В шортиках Маечки Тебе выдают Экипировку Тебе выдают Мотоцикл Шлем Тебя учат Симпатичный инструктор Да Инструкторы Показывают На что нажимать Да Они показывают Как Как управлять И как бороться С непредвиденным То есть Ну собственно Техника Довольно легкая Довольно мощная Ну в общем Мы безопасность Уделяем На этой технике Большое внимание Видите Вот Алена Например У нее всего Одна нога Подвернулась В критической ситуации А бывает Да И две И даже три Все бывает Да По разному То есть Мы сначала Учим Как бороться С последствиями Ошибок Которые Совершает Наш гость Да На мотоцикле А потом Уже Усложняем Усложняем Идем От простого К сложному И в итоге Когда человек Научается Ну как-то Уже управлять Мотоциклом Более-менее Уверенно Уезжаем С ним На крутой Классный Красивый Маршрут То есть Если Приехать Например С семьей Муж Жена Приехали Всего вдвоем Предположим Жена Говорит Я вообще Ни за какие Деньги не поеду Я здесь посижу В тени А муж хочет Первый раз Жизнь попробовать У нас есть качели Красивые Прекрасно Качели На соснах Да Они подвязаны И там может посидеть Жена Это потому что Стоять вообще нельзя То есть комары Облепляют сразу А на качелях Они хотя бы Они целятся в тебя Но промахиваются Все время В этом смысл Днем комаров нет Там очень красивый лес Можно прямо погулять И отдохнуть От мыслей городских И от суеты Просто Ну Вот посозерцать Тем не менее Возвращаясь Вот к самой процедуре То есть можно приехать И ничего не умея Тебе все равно Оденут во все нужное Посадят на мотоцикл Покажут элементарные Какие-то приемы И ты можешь проехать По полянке Хотя бы Да Хотя бы немножко И ощутить себя Ну Хоть чуть-чуть Понять что это такое Даже Да Даже если ты Не планировал Или не ожидал Но прошел Мимо Проката Минута Две Три Пять Ты уже в экипировке Сидишь на мотоцикле И вы уже Готовитесь Стартовать И куда-то ехать Чего случится Если человек взрослый Умный Вот как я Например Но ни разу не ездивший На такой штуке Могу ли я надеяться Что учитывая Все-таки Ну возраст Опыт определенный Понимание Закона физики Ну элементарщина Какая-то То я могу В принципе Достаточно быстро Обучиться Каким-то простым вещам И почувствовать Всю прелесть Вот этого Внедорожного Мотоциклизма Ну по сути Мы для этого И сделаны Да Что вот Взрослый Опытный Умный мужчина Спасибо что На меня смотрите Который Садится На нашу Прекрасную технику Быстро Понимает Как ей Правильно управляться То есть Действительно Если у вас есть Опыт Управление автомобилем Особенно на механике Ну даже если вы Когда-то получали права Это остается То есть Навык сцепления И логика Его работы Да Да Потом вы Умеете ездить Хотя бы на велосипеде То есть У вас есть равновесие Да Слушайте Все получится Довольно быстро То есть Вы прямо Соедините Эти несколько Навыков В Одну систему Сможете Уверенно Трогаться На нашем мотоцикле Сможете на нем Маневрировать То есть Наклонять его Поворачивать Разворачиваться Ускоряться Замедляться Останавливаться И этого будет Уже достаточно До того Чтобы переходить К более сложному Но само понимание Вот само ощущение Вот это непередаваемое Что вот Мощная штука У тебя между ног И ты чуть повернул Ручку И прямо вот так Вот поехал Я не говорю сейчас Про большие скорости Какие-то А вот само ускорение Само вот это Ощущение Необычное Вообще Ну Если это Технически Рассматривать То вы чувствуете Обычно Крутящий момент Ну да Двигатель За счет того Что вы открываете Ручку газа Передает В вас То есть Начинает Вас разгонять И когда это происходит Не по дороге А по какой-то тропинке Когда под вами Не асфальт А какая-то Песчаная поверхность Которая Не дает вам Ощущение Ну вот То что вы Едете Как по асфальту Да Там вас ничего не колышет Тут вас начинает Переставлять Из стороны в сторону Колесо Начинает Заднее прокручиваться Переднее колесо Вас немножко рыскает То есть Вы как бы Находитесь в такой Концентрации Но при этом Вы этим Управляете И получается Там где вы раньше Могли ходить Только пешком Да Или там Пробегать Здесь вы довольно быстро Двигаетесь на мотоцикле Это происходит Ну вот Практически сразу Как вы на него сели Ну последняя Тирада была Полным издевательством По отношению К Алене Которая не может Ничего этого испытать Сейчас Ну а нам всем Было интересно Итак Я напомню Мы начали с того Что вспомнили Что работает Новый пункт проката В районе В чудесном Совершенном месте Я там бывал И собирал грибы Когда-то Может быть Вот выше Вот так вот Да совсем И были Были ощущения Совершенно чудесной природы Там сосны И такой вот Он прямо Ну карельский Такой лес Там по-моему Да В районе Медного озера Там Карелия И там много земляники Да И вот в этих Совершенно удивительных местах Это север города Северная часть Получается Там вот новый пункт Можно приехать И покататься Еще раз напомним Тем кто случайно Нарвался на этот эфир Ничего с собой привозить Кроме денег Не надо Деньги Очень разумные Небольшие Если не стесняетесь Можно будет сказать Об этом тоже Но От вас требуется Только личное присутствие Ваше тело Остальное Все Шлем И экипировку И мотоцикл Все это там Прямо вот оно есть Да Ну что я за вас говорю Все так Вот Сколько стоит прокатиться Давайте раз уже затронули От двух с половиной тысяч За За один час До Ну условно Четырех с половиной За два часа Это вот От самой маленькой Машинки Да Мотоцикла До такого уже Мощного и большого А у вас же есть еще эти Квадроциклы Есть квадроциклы Они тоже Ну примерно В эту цену Там плюс-минус Может быть Пятьсот рублей Да И в зависимости от того Хотите вы час Покататься полтора или два Редко кто катается больше Потому что Ну мы строим программу так Чтобы она Была интересная Насыщенная И чтобы вы за два часа Вы могли И успеть научиться И успеть Проехать маршрут И нормально устать То есть Например Там трехчасовые Пятичасовые Продавать смысла нет Потому что человек Обычный умирает Через час Все Уже Он ничего не хочет Уже все Где можно посидеть Максимально Три часа Делаем Катание Это у нас Называется Прохват Прохват Это от слова Собственно Прохватить То есть Какое-то Пройти Расстояние От пункта Это вы сейчас серьезно На моторадио Такое объясняете Что такое Прохват Ну Можно так Интерпретировать В общем Три часа Мы можем ехать То есть Это некая поездка Прямо маршрут Небольшой Да Это маршрут Причем Как правило Там разные участки По сложности И различный рельеф Мы стараемся делать Паузы Остановки В интересных местах Где-то обычно Есть фотозона Там прямо Красивая Красивая Какая-то Локация И едем Потом Возвращаемся На базу А красивая локация Это например Какой-нибудь камень И вы говорите Около него Илья Муромец Стоял И здесь было написано Только вандалы Закрасили Направо пойдешь Там смерть свою найдешь Налево пойдешь Жену найдешь Что неизвестно Что лучше Ну вот если рассматривать Разные базы То на Медном озере Там есть доты В которые кстати Можно зайти Там они многоэтажные Там есть остатки Ну прямо Прямо вот этой Инфраструктуры Да там Какие-то орудия Гидравлика Сохранилась То есть прям Ну исторически Интересно Таблички Висят Вот Есть там Линия копов Например Еще с тех времен То есть Ну вот лес Такая сохранившаяся Да-да-да Он очень Очень колоритный В этом смысле В историческом плане На другой базе А просто так туда не добраться То есть вот Как раз на внедорожном мотоцикле Только на наших мотоциклах Исключительно Вот вы приезжаете в прокат И мы вас везем По-другому Ну не получится Да Мы даже шутить не будем На этой земле Нет И все Да Вот На другой базе У нас есть прекрасный Большой карьер И мы заезжаем На высокий берег Вид на весь карьер На лес На той стороне карьера Ну так Очень Очень живописно Да Очень живописно Ну там такие ржавые Утонувшие экскаваторы Внизу Нет Нету карьер Может быть там экскаваторы есть Но карьер глубокий Он именно карьер Он рукотворный Вот И наверняка там Что-то на дне Присутствует Он с такой прозрачной Голубая глина Там вода Ну то есть Красиво Мы туда ездим Стараемся Чтобы в обрыв Никто не упал В этот карьер Да За фотозону Так выставляем Всех красиво Но все равно Хотя бы один Все равно Всякое бывает Но не у нас Вот И есть еще тоже Водоемы И красивые Различные Площадки Где сфотографироваться И на южной базе В Петрославянке То есть Везде где-то у нас Там такие места Где пофоткаться есть Это для тех Кому прямо важно Что вот этот факт Запечатлеть Вы сами Туда доехали Это первый Такой Подвиг Маленький Да И вас там Сфотографировали Слушайте Петр А вот это вот Ощущение Когда ты вдруг Начинаешь понимать Что твой организм Вместе с мотоциклом Начинает понимать Вот эти все Кинетическую энергию Там наклоны влево Вправо Пробуксовку колеса И ты начинаешь Вдруг понимать И свой собственный вес Осознаешь В контексте мотоцикла И ты понимаешь Что ты можешь Вот на вот эту горку Взлететь И понимаешь В какой момент Ты должен встать На подножках Где ты должен Как-то подпрыгнуть И вот здесь еще Немножку газку И вот ты заехал На огромную гор Вот эта вот чудесная Совокупность Которой вы обладаете Она вообще Когда приходит К человеку Есть какая-то статистика Например на пятое занятие Нет? Но я могу сказать Что у каждого Свой уровень Да И уровень мастерства Я только поясню Слушателям Что у каждого Свой уровень Говорит Петр На фоне гигантского кубка Который стоит в студии Написано Первое место Он выиграл Все что можно Нобелевская премия Ленинградской области Получена Кубок Написано Кубок Авроры По экстримендуро Это чтобы люди поняли Кто с ними разговаривает Итак продолжайте Да Это действительно Я считаю Большим достижением Спасибо Александр Да Прошла В эти выходные Гонка Авроры Это был Кубок Собственно По экстримендуро Который Включал в себя Разные заезды Это были Двухдневные соревнования Они были Официальные То есть Вот что удивительно У нас есть Разно Ранговые соревнования От открытых тренировок Когда просто Ребята собрались И по какой-то местности Гоняются И сами себя засекают Практически До Супер Организации Лагерь Скорые Судейская комиссия Размеченный трек Волонтеры Маршалы На треке Ну то есть Вот прямо Прямо-прямо Вот это было Все в Авроре И там Человек Есть Он Собственно В Авроре В принципе Организуют Гонки Его зовут Сергей Чулочников Он Ну Такой Неофициальный статус У него есть Такого Эндуро Ну как сказать Он очень В этом плане Да Да Очень Жестко Любит иногда Гонщиков Напрягать В плане Задавать им Такие препятствия Что Ну вот например В этой гонке Которую мы ехали В заезде Экстрим Эндуро Во-первых Он длился Пять часов То есть Вот мы стартовали В двенадцать И до пяти часов вечера Мы непрерывно ехали То есть Это какое-то Какое-то кольцо Это было Это было несколько колец Там была Тоже довольно Интересная Такая Постройка Трассы Что сначала Ты едешь Два простых кольца Потом Два Посложнее И потом Сколько проедешь Суперсложных Они так и делились Что это была бронза Потом серебро Потом золото Так вот В золотом Ну если на словах Да Попробовать Объяснить Был ручей Каменистый По которому Ты едешь Немножко наверх То есть Прыгаешь по камешкам Вот по руслу Реки И тебе надо Прямо как на Триале То есть Остановился Балансируешь на колесе Да Потом Перепрыгиваешь Да-да-да Вот таким стилем И был выезд На крутой Склон Из этой реки А после дождя Стеночка такая Она довольно высокая И вертикальная Туда Ни один участник Сам заехать не смог Там была Полная взаимо Выручкой Фэрплей То есть Все участники До туда доезжали И по двое По трое Друг друга Потихонечку Перетаскивали наверх Потом Надо было съехать вниз Знаете что напоминает Нелегальное пересечение С грузом наркотиков Мексикана Американской границы Со штатом Техас Вот тоже там Да извините за ремарку Да Ну Будут Фотографии И это Скажем так Неординарное Неоднозначное событие Все таки Я считаю Что Так или иначе Хорошо Когда гонщик Может проехать Гонку сам Все таки Без посторонней помощи Но здесь Получились такие условия Дождь помешал Что Гонщикам Этот конкретный участок Приходилось Друг друга таскать Это затянулось То есть вы вторым-четвером Берете один мотоцикл И перекидываете через эту Ну это представьте Как будто мотоцикл Затащить на стену Трехэтажного дома На вертикальном Вот ты сам на нее не заедешь Да А вот сверху стоит человек Я и перетащить не смогу Тросом там Тебя цепляет Кто-то тащит его Крутит переднее колесо Кто-то там подталкивает взад И водитель рядом идет Еще и газует колесом Ну обычно газовать бесполезно И все преодолели Каким-то образом Кстати говоря Не все Кто-то там объезжал Кто-то под ленточку нырял Ну это уже Вот на Как бы совести Самих участников И судейская коллегия Потом в этом разбиралась Да Кто же все-таки из них Честно проехал Кто проехал Да Срезов Вот И Собственно резюмируя Что гонка была сложная И сложность была основная В том Чтобы Не сломаться Не потерять технику Не Оставить все силы Собственно Вот там вот На тех горах На этих вертикальных подъемах И спусках И Дожить до финиша Проехать все препятствия Не сбиться с разметки Не сбиться с трассы Потому что Ну вот например Один круг Там был Первый бронзовый По-моему 22 километра И Такие кружки были В общем там было Где уехать не туда В том числе Поэтому Это все Получилось Ну в результате Таких Хороших усилий И тренировок Продолжаем Разговор Компания Питкросс У нас в гостях Ну Я даже не знаю Спасибо конечно Петру Что он не отвечает На вопрос Когда приходит Ощущение Ощущение Вот этого Что я уже могу Ну Алена мы не спрашиваем У нее временный стресс Последние три недели Да После Взаимодействия Это хоть что было За мотоцикл Упал на себя Что это было Это он не на меня упал Он упал рядом Вообще БСЕ Кто-кто это Что это БСЕ Что это такое Это Марка мотоцикла Вот например Есть Очень травматичная Ужасная Вы знаете Есть Например Ну Трех Да Из трех букв Ну Мотоцикл Ява Ява Есть Первая буква Б Вторая М А есть КТМ КТМ Да Вот Вы знаете Вот А есть БСЕ Это то же самое Но другое Ну Вот Ну БСЕ 250 Ну В общем Это То же Что Внедорожный КТМ Вот из этой серии Только Китайская И БСЕ А не КТМ Ну Хорошо Вернемся Тем не менее А есть Уже люди У вас Которые Вы знаете Что они Пришли Вот вообще Нулевые Никакие И через Какое-то Время Они в это Дело Втянулись Стали Постоянными Клиентами Сейчас уже Ездят Прямо Вот на ура У нас Есть Ребята Которые После того Как пришли К нам И начали У нас Они Купили Свой мотоцикл И участвуют В эндурогонках То есть Прямо Вот на Серьезных Заездах Да Да Доросли Доросли И прямо Но вы же не позиционируетесь Как школа Знаете Это такой вопрос Который Так или иначе Нас поддавливает В этом сезоне Ну Скажем Мы Без официального Объявления Ну Так или иначе Этим занимаемся Поскольку Я Лично И Еще Несколько Участников Ездят на соревнования И мы там выступаем Часть Ребят Которые к нам приезжают Это наши клиенты Постоянные Они покупают Абонементы И занимаются Тренировками А не покатушками Ну то есть Это тоже Не развлекательная езда А именно Отработка навыков И Совершенствование Ну Меней Которые Выводят Этих ребят На другой уровень Управления То есть Они прямо Ездят Ну вот Если ты будешь Просто приезжать И кататься Да Ты так Не научишься Ездить Если Нежели Ты потренируешься И Выйдешь С навыками Слушайте А есть Какой-то момент Люди бывают Что стесняются Там говорят Вы знаете Я бы приехал Но я один Мне как-то одному Там И что вы говорите В таких случаях Если они есть У нас бывает Чаще наоборот Человек приезжает Один И такой Ну я Сегодня один Слушайте Да Вот сейчас проедем Мы проехали Он Остался В хорошем Впечатлении И Говорит Что я приеду К вам С друзьями И оно Так и получается Да И потом Притаскивают Команды Друзей Коллег С работой И родственников Семьи Там Начинаются Уже А ребенка Можно ли Покатать А как-нибудь Там Собственно Вот У меня Жена Там Тоже Сидит И хочет Чего-то Такого Новенького Мы Им Все Вот это Собственно Предоставляем Жена Хочет Что-нибудь Новенького Это говорит Директор Компании Питкросс Сидит Весь в медалях Он тут сидит Слушайте Можно говорить Что за этот сезон У вас Прямо Прямо Какой-то Такой Перекос Пошел В спорт У вашей Компании В принципе Коммерческой То есть Вы просто Тупо Сидите 2000 рублей С тебя Прямо Собираете С людей Деньги Это спорт Спорт По сбору денег Да Хороший ответ Да Но тем не менее Из простого Проката Относительно Простого Конечно Вы начинаете Как-то Вот уже Команду Свою спортивную Создавать Да Вроде как Слушайте Я вот так Оглядываюсь Назад Сейчас И смотрю На другие Прокаты На ребят Которые Молодые Которые идут По нашему следу И прихожу К выводу Вот сам для себя Что А мы не были Простым прокатом Никогда Мы сразу Были Не простым прокатом И у нас были Амбиции У нас были Интересы Свои Потому что Вы Мастер Спорта Международного Класса Алена Мастер Спорта И у вас У всех Есть дух Такой Какой-то Правильный Вот что Мы делаем Хорошо Прямо Хорошо Мы умеем Уважительно И гостеприимными Быть с клиентами Это прямо Наше правило И мы умеем Их заряжать Заряжать эмоциями Заряжать энергией Неважно Как они покатаются Неважно Как у них Получится Главное Найти В человеке То Что он Сможет Нового Для себя Увидеть Открыть И унести От нас Это Да Извините Я договорю Все-таки Про Амбиции Этот сезон У нас Первый Спортивный Да Первый Гоночный Когда у нас Получается Было Несколько Гонок Вот с моим Личным Участием И с Участием Ребята Из нашей Команды И В этих Гонки В этих Гонках У нас Были И победы И фейлы И ломалась Техника И были Сходы И Были Травмы Чуть-чуть Но Тем не менее Вот эти Выходные И Кубок Авроры Показал Что Мы Используем Нашу методику И она работает Она приносит Результаты Она приносит Первые места И она приносит Спортивные Победы Значит Мы делаем Все правильно Не просто Как прокат А мы делаем Все правильно Ну Скажем так На следующем уровне На спортивном Спорт у нас Диктует Да Какие-то Определенные Дает Установки К чему стремиться Вот мы У нас осталась Минута К сожалению Завершаем Уже Все реально Приехать Можно Никакой Вот там Совсем Гипер Что все Занято Можно вообще Попасть К вам Летний Сезон Желательно Чуть заранее Попасть К нам Можно Мы для этого Сделали Несколько Баз В разных Районах Санкт-Петербурга И на севере И на северо-востоке И на севере-севере Прямо И на юге То есть Записывайтесь К нам Куда вам удобнее И приезжайте Кататься То есть у вас Сейчас самый сезон Сезон Тем не менее Прямо Прямо Совсем Значит Мы не будем Говорить Никакие там Телефоны И прочее Все будет В описании К этому Видео В описании К подкасту И так все знают Компания Питкросс Наберете И прямо Попадете Если у кого Вопросы Звоните к нам Пишите на Моторадио Мы все расскажем Спасибо вам большое Петр Столбов Руководитель Компания Питкросс И временно Менее дееспособная Чем обычно Пострадавшая Кстати Не просто там Где-то По пьянке А на тренировке В борьбе С мотоциклом Алена Игнатьева Спасибо вам Господа и дамы Счастливо Спасибо вам До свидания Спасибо До новых встреч Пока Моторадио Представляет